вот у нас с тех пор наши элиты почему-то элиты в кавычках они постоянно нам украинцам убивали в голову несколько таких важных мыслей во первых то что они или ты это что они делают то что они крадут то что они себе присваивают это очень важно это очень нужно для стороны потому что это именно есть рыночная экономика на самом деле это никакого отношения к рыночной экономики не имеет и запад если согласился с этим дерибаном высшей социалистической собственности не только потому что у него просто не было другого выбора ну с точки зрения любой юридической системы запада то ли немецкая то ли британская петр алексеевич примеру там или но другие наши олигархи это пор это просто люди которые присвоили себе те или иные цели а нам говорили что это все класс это первая мысль да вторая мысль нам всем говорили что мы ничего не стоит что мы ничтожны ничтожны без наших олигархов и ничтожны без помощи запада а это все такие знаете мысли которые рождались именно в голове наших олигархов потому что они сами ничего не стоили без помощи запада либо без помощи россии там без поддержки запада или россии поэтому часть из них была ориентирована на запад часть на россию и они нам пытались то же самое доказать они грабили наши заводы они превращались заводы в хранилище там не знаю каких-то товаров секонд-хендер запада разрушали то что было создано при советском союзе то что можно было еще использовать и превращали страну в общем-то придаток либо россии либо запад вот мы так и привыкли жить балансируя между россии и западом я же говорю о другом что украина обыкновенная не может быть не очень не самая лучшая страна там по климату проживания еще почему-то но в общем-то целом обыкновенная хотя самая большая страна европы и самая классная да это я так считаю и мне нравится да но она в принципе обыкновенная страна она обыкновенная в чем она ничем не хуже никакой там польши чехии германии франции и так далее здесь живут такие же обыкновенные люди и не только какие-то торгаши которые там олигархи которые себе присвоили большую часть национального состояния но и врачи и учителя замечательные инженеры замечательные да и поэтому мы можем много почему мы не можем много почему мы не можем делать свои самолеты ну почему ну кто сказал что мы не можем у нас есть антонов даже если просто вот я человек который занимается этой темы ну почему нет извините мы можем делать почему мы не можем делать свои автомобили почему мы не можем делать свои танки свои пушки кучу другой гражданской продукции можем мы должны в это поверить понимаете вот столько лет десятки лет внушали что мы ни на что не способны самое большее это там быть бухгалтером либо там работникам банка либо рэкетером либо проститутка это максимальное наше достижение в жизни да но извините это это абсолютная неправда это абсолютная неправда мы должны поверить себя мы должны полюбить себя в конце и в истории мышь не первые в таком положении понимаете и в таком же положении была британия когда началась вторая мировая война они эвакуировали людей сельскую местность там женщин беременных особенно те кто не нужен был в городах и мужчин там положил их и прочее эвакуировали создавали какие-то новые предприятия закапывали землю понимаете вот они готовились где они воевали по-серьезному по-серьезному воевали а мы тут от британию немцы бомбили очень круто вот очень круто были такие налеты когда там половина города могла быть разрушена и что британия переставала выпускать оружие не переставал извините но нацистская германия тоже ее бомбили союзник и очень сильно серьезно допустим там заводы мистер шмита бомбили очень серьезно это известные истребители миссер шмит и что проходило два-три дня эти заводы опять выпускали продукцию у нас тут прилетела две три ракеты и мы сразу бомба беда все такое катастрофа ребята это еще не война война ковровой бомбардировки это гибели сотни тысяч людей даже не миллион вот сейчас война которая у нас идет она очень похожа на войну которая была во вторую мировую войну да именно о способе введения боевых действий по применению артиллерии танков так далее но по количеству погибших мы и близко не стоит у нас такими огромное количество людей но во вторую мировую войну только в тылу там за день день в одном городе могло погибнуть 100 тысяч человек и мы как-то об этом забыли мы думаем что это где-то было когда-то там давно это было недавно и вот эти люди которые гибли там 100000 они все равно продолжали создавать оружие там продолжали готовиться к войне шли на фронт и мы очень расслабились мы только ждем что нам запад поможет что-то нам даст какие-то новые гаубицы это не поможет это такая заплатка это ерунда чтобы мы справились с этой войной чтобы мы победили нам надо самим сегодня очень сильно напрягаться может быть вообще перестать отдыхать к серьезному да может быть вообще перестать там прийти на пяти дневную на шестневую рабочую неделю на семидневную рабочую неделю почему нет почему во время второй мировой войны годами это было возможно а у нас невозможно чем их уже британцев чем их уже американцев мы все говорим о ленглист американский здорово помог всему миру но мы забываем о том что американские предприятия когда они создавали это оружие для всего мира для всей афигинской коалиции они работали круглосуточно без выходных скажите вот сегодня воскресенье кто у нас работает воскресенье пройдитесь по пустому городу войны нету и мы хотим победить нет надо напрягаться очень сильно напрягаться чтобы победить у нас нет другого выбора а и и Продолжение следует...